Время новостей В Харьковской области медики скорой помощи попали под российский обстрел, когда приехали на вызов. Во время удара они проводили осмотр в помещении. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина. Их смогли эвакуировать, несмотря на повреждения реанимобиля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины и добавили, что с начала полномасштабной войны российская армия уничтожила 261 машину экстренной медицинской помощи и повредила еще 166. В селе Осокорковка, это Херсонский регион, после удара российского дрона погиб 50-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его информации, российские военные атаковали беспилотникам легковой автомобиль местного жителя. Водитель погиб на месте. Новоизбранный председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер посетил Донецкую и Харьковскую область, чтобы лично выяснить текущие потребности украинских защитников. Об этом он сообщил в Facebook. Отмечу, что это была первая зарубежная поездка Фабера в новой должности. Дефицит боеприпасов для артиллерии заставляет защитников на востоке Украины проявлять изобретательность. В Краматорске я смог своими глазами увидеть, как украинские бойцы модифицируют дроны, чтобы они могли избежать помех и служили заменой артиллерии. Бундесвер может многому у них научиться. Маркус Фабер, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны. Facebook. Украинские военные впервые захватили российский танк вместе с экипажем. Это произошло на Краматорском направлении в районе Клещиевки, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица». Сначала танк подбили дроном, после чего бойцы 22-й механизированной бригады захватили его. С начала суток на линии фронта зафиксировано 52 боестолкновения. Российские оккупанты активизировались на Харьковском направлении. Там продолжаются четыре столкновения в районе Волчанска. Противник безуспешно пытается потеснить украинских защитников при поддержке авиации, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Купенском направлении силы обороны отбили четыре атаки армии РФ. Еще одна продолжается. Бои состоялись у Песчанова, Грековки и Макеевки. Россияне несут большие потери. Канада выделит Украине более 15 миллионов долларов США на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Еще около 12 миллионов пойдут на разминирование территории Украины, консультирование правительства страны в энергетической сфере, а также на финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ. Кроме этого, около полутора миллиона долларов Канада передаст на поддержку безопасности и надежной работы ядерных объектов в Украине. А еще выделит финансовую помощь на возвращение украинских детей, которых Россия незаконно депортировала. Тысячи детей в Украине были изъяты из своих домовых общин. Около 20 тысяч маленьких украинцев были похищены Россией. Мы недавно видели отчеты о том, что украинские дети в списках по усыновлению на российских сайтах. Их заставляют забывать украинскую идентичность. Канада объявляет о выделении 15 миллионов долларов в поддержку реинтеграции перемещенных детей, возвращающихся в Украину. Мы должны продолжать посылать четкие мощные сигналы о том, что наша солидарность с Украиной сильна как никогда и никуда не исчезнет. Российская агрессия должна прекратиться. В Румынии столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находилось 57 украинцев, в том числе 42 ребенка. В результате аварии пострадали 15 человек. Четверых из них, двух взрослых и двух детей доставили в больницу. По словам инспекции по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло между городами Травиаэрде и Боя на железнодорожном переезде. Сегодня вечером лидеры ЕС будут обсуждать утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе. Президент Европейской комиссии Урсула фон Дреляйн рассчитывает получить второй мандат после того, как ее правоцентристская Европейская Народная партия одержала победу на выборах. Ожидается, что встреча начнется около 19.00 по киевскому времени с неформальных переговоров между лидерами ЕС. Латвия, которая возглавляет коалицию дронов совместно с Великобританией, готовит вторую партию беспилотников для Украины. Об этом рассказал министр обороны Латвии Андрис Спруц. Он отметил, что Рига объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 миллионов евро в рамках коалиции дронов. Более 500 миллионов, точнее 549 миллионов евро уже были обещаны государствами, членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Следующий шаг – эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях. Один из первых уровней – национальные закупки. Латвия уже организовала партию дронов, и их уже отправили. Сейчас мы собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре тоже должна быть отправлена в Украину. Андрис Спруц, министр обороны Латвии. В интервью «Армия.Информ». Использовать доходы от замороженных на западе российских активов, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Россия сейчас не имеет права на эту прибыль. Таким образом, Йеллен отреагировала на критику решения G7 выделить Киеву 50 миллиардов долларов под залог этих доходов. И подчеркнула, сами по себе активы Центробанка РФ, замороженные в западных странах, останутся нетронутыми. Речь идет о 260 миллиардах евро. Однако на проценты от инвестирования этих средств, а это ежегодно около 3 миллиардов евро, Россия прав не имеет, подчеркнула глава Минфина США. Дания начала переговоры с другими заинтересованными странами о прекращении транспортировки российской нефти так называемым теневым флотом танкеров через Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Люкерасмус. По его словам, Дания ведет конфиденциальный диалог со странами Балтийского моря и ЕС, какими именно он пока не готов сказать. Россия использует так называемый теневой флот для обхода санкций на экспорт нефти. Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против так называемого теневого флота России. Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимо международное решение. Важно, чтобы любые новые меры могли быть реализованы на практике и чтобы они были юридически обоснованными с точки зрения международного права. Ларс Люкерасмус. Министр иностранных дел Дании. В интервью Рейтерс. Также на прошлой неделе Великобритания объявила о широкомасштабных санкциях в отношении Российской Федерации. Впервые под ограничительные меры Лондона попали корабли так называемого теневого флота России и компания Инго Страх. Один из ведущих страховщиков танкеров, которые незаконно перевозят российскую нефть. В санкционном списке и суда, доставлявшие Федерацию боеприпасы из Северной Кореи. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал устроить настоящую охоту на теневой флот РФ. Подробнее в сюжете. Россия наращивает экспорт нефти с помощью теневого флота. Поскольку в торговле принимают участие все большее число грузоотправителей и посредников, такие поставки сложнее отследить, говорят эксперты. В октябре 2023-го Вашингтон ввёл санкции в отношении почти 40 судов, транспортировавших сырьё по цене превышающей установленный предел в 60 долларов за баррель. В список попали танкеры с Совком флота, суда из Объединённых Арабских Эмиратов и Турции. По оценкам западных чиновников, Российская Федерация потратила не менее 8 миллиардов долларов на усиление своего теневого флота. Россия инвестировала и продолжает инвестировать миллиарды в новую судоходную инфраструктуру, в том числе в новые суда, чтобы работать вне режима ценового ограничения. Это помогает. В противном случае деньги, идущие на танкеры, пошли бы на танки. Представитель казначейства США из публикации агентства Reuters. Следом со США ограничения в отношении России расширила Великобритания. Всего в санкционный список было добавлено 50 новых позиций. Среди прочего – шесть кораблей так называемого теневого российского флота. Нам предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру. Каждый раз, когда эти танкеры будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что полностью поддерживаем Украину. Мы будем гоняться за деньгами, нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли. Мы сделаем всё возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину глупость его действий. Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, в интервью «Карьер де ла Сера». Помогать союзникам выявлять корабли теневого флота России в Балтийском море будет Польша. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, хотя количество судов оценивается в несколько сотен, пока удалось идентифицировать лишь некоторые из них. В ходе заседания Совета стран Балтийского моря министр Радослав Сикорский задекларировал помощь Польше в идентификации кораблей теневого флота, транспортирующих российскую продукцию, в основном нефть, в обход наложенных санкций. Из сообщения Министерства иностранных дел Польши в социальной сети X. Теневой флот нужен Российской Федерации, чтобы продавать энергоресурсы по цене выше предельной и, соответственно, больше зарабатывать. По данным Lloyd's List Intelligence, более 630 танкеров, некоторые из которых старше 20 лет, в настоящее время задействованы в перевозке российской и иранской нефти. Корабли для этого флота покупали фактически по всему миру и не очень-то обращали внимание на то, в каком состоянии эти судна. Главное было купить, главное, чтобы были необходимые мощности и необходимые объемы. По оценкам финской пограничной службы, после того, как Россия начала использовать так называемый теневой флот танкеров для обхода ограничений на экспорт энергоресурсов, возрос риск и крупного разлива нефти в Балтийском море. В военно-морских силах Швеции отметили, у российского так называемого теневого флота есть и военная компонента. Есть документы, подтверждающие, что некоторые из кораблей могут использовать для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций. Страны НАТО ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг в интервью The Telegraph. По его словам, между членами блока проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведение их в состояние боевой готовности как средство сдерживания. Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько на хранении. Но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО. Также генеральный секретарь НАТО указал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем стратегии Альянса. Как отметил Йенс Толтенберг, цель блока – это мир без ядерного оружия. Но пока существует ядерная угроза, НАТО будет оставаться ядерным Альянсом. Потому что мир, в котором Россия, Китай и КНДР имеют оружие массового поражения, а НАТО нет, является более опасным. Столтенберг подчеркнул, что Соединенные Штаты и европейские союзники сейчас модернизируют ядерные силы сдерживания перед растущей угрозой со стороны Москвы и Пекина. Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее других стран. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По его данным, к началу 2024 года Москва развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. А вот Пекин за тот же период нарастил свои ядерные силы с 410 до 500 боеголовок. По прогнозам аналитиков, к концу десятилетия Китай может подготовить столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько уже есть у России и США. При этом за последний год все 9 стран с ядерным оружием продолжили модернизацию своих арсеналов. У России и США остается почти 90% всей мировой ядерки, сообщается в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира. Специалисты также прогнозируют, что развертывание ядерного оружия наберет обороты в последующие годы и называют эту тенденцию чрезвычайно тревожной. Подробнее тему роста ядерной напряженности в мире, а также последствия возможного использования оружия массового поражения, обсудим с гостем. К эфиру Freedom присоединяется Александр Кочетков, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению. Добрый день. Приветствую вас. Вот мы услышали, что Путин угрожает ядерной войной, НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность, а Китай расширяет свой ядерный потенциал. О чем все это говорит? Начинается новая эпоха? Мы на пороге атомной эры? Ну, к сожалению, это не начинается новая эпоха. Новая эпоха, тут я со Столпенбергом полностью согласен, она бы символизировалась тем, что мир как бы трезвел, умнел, становился взрослее и ответственнее, и начинал бы отказываться постепенно сворачивать арсеналы средств массового уничтожения. К сожалению, мир возвращается в предыдущий век, возвращается к противостоянию супердержав, обладающих таким ядерным потенциалом, который способен уничтожить все живое, причем неоднократно все живое на Земле. Пока речь идет о потенциальных угрозах. Я только четко хочу подчеркнуть, что речь не идет о действиях, которые увеличивают вероятность ядерного конфликта, но о подготовительных шагах, которые являются ответными на какие-то высказывания, действия и так далее, да, мы можем говорить совершенно четливо. То есть, если говоря условно, Алка Дмитрий Медведев в России многократно говорит о том, что мы уничтожим весь мир ядерным оружием, и к этому, конечно, мировые лидеры относятся скептически, но он же остается на должности и продолжает нести такую же пургу. Но в конечном итоге цивилизованный мир вынужден как-то реагировать, и пока речь идет о повышении уровня готовности. То есть, это не действия, это намерения, и они в первую очередь заключаются в инспекции, в инспекции того, что есть в арсеналах, в каком состоянии и так далее, и так далее. Ну и потом, возможно, будет приниматься решение об увеличении количества боекологов, которые находятся в оперативном развертывании. Когда мы говорим, что там 90%, надо четко понимать, что у Штатов 5,5 тысяч боекологов, в России, наоборот, у Штатов 5,5 тысяч боекологов, в России их 7,5 тысяч боекологов, а вот оперативно развернутые у одной полторы тысячи, у другой 1720. То есть, это те, которые, в общем-то, не совсем готовы к применению, ну, ближе к применению, чем те, которые находятся в хранилищах. Но даже в этом случае, только про оперативно развернутые боекологи, все равно уже понятно, что и Россия, к сожалению, и США, ну, многократно превосходит тот же Китай и все остальные ядерные страны. Удобная ядерная дипломатия, она ведь имеет прецедент. В 80-е годы новое развертывание Советским Союзом ядерных сил в Европе побудило НАТО ответить тем же. Тогда сторонам удалось достигнуть компромисса. А возможны ли взаимные уступки всех вовлеченных в сторон, не только России и НАТО, на сегодняшний день? Ну, раньше, если в ядерный клуб входили там развитые, мы их принято сейчас говорить, супердержавы, цивилизованные, то тогда какие-то компромиссы были возможны. Мы помним так называемый Карибский кризис, когда мир действительно был очень близок к ядерному конфликту. Но тогда мудрости руководства США и Советского Союза хватило. Хотя оба руководителя, как бы внешне казались не очень мудрыми. Один молодой, а другой, очень горячий. Но были такие обострения. Ничего равного Карибскому кризису после этого не было. Сейчас, к сожалению, ядерным оружием обладают не только цивилизованные страны, а страны, которые исповедуют религию разрушения. Корейская народно-неабагатистская республика, Северная Корея, это типичный пример именно религиозного отношения к своей миссии, к судьбе своего народа. То есть мы уничтожим врагов и сами при этом погибнем. Совершенно бессмысленное. Именно фанатический подход. Аналогичная ситуация. Можно говорить об Иране. У них тоже прямо религиозная концепция, что Штаты являются страной, представляющей дьявола на земле. Поэтому уничтожая дьявола, мы должны уничтожить Соединенные Штаты Америки. Вот цивилизованные страны, исходные, которые входили в ядерный клуб, они-то в принципе договориться могут. И наехав на Россию с двух сторон, со стороны Китая, который хотел бы не воевать, а торговать, это известно. В общем-то, можно наехать даже на Россию определенным образом. Как быть с такими странами, как тот же Ирана или Северная Корея, никто, честно говоря, не понимает. Продолжение вашего ответа. Завтра Путин отправляется в Северную Корею, потом он еще и во Вьетнам поедет. Как вы думаете, какая главная цель визитов к НДР и может ли тема ядерного оружия быть одной из ключевых в переговорах Путина и Ким Чен Ина? Практически нет. Там в первую очередь будет речь идти о поставках обычных кондиционных боеприпасов, ракет для систем залпового огня, артиллерийских снарядов 152-го калибра. И там будут определенные претензии с точки зрения России, со стороны России, поскольку качество этих боеприпасов явно не удовлетворительно, то, что Северная Корея поставляет, потому что они-то их берут со складов, где они пролежали лет 50 и отдают в Россию, а, соответственно, пополняют свежепроизведенным, то есть более высокого качества. Поэтому во многом вот это пролежавшее несколько десятков лет снаряды, боеприпасы оказываются просто барахлом. Слава Богу, что это так и происходит. Ну, а в свою очередь у Северной Кореи есть претензии по поводу передачи ей неких авиационных технологий и всего такого, что Россия пообещала, но все никак она передать не может. А что касается ядерных технологий, то здесь Северная Корея завязана значительно в большей степени именно на Китай. Тут ядерно-ракетная технология развивалась таким образом. От Советского Союза получил Китай, доработал, передал элементы Северной Кореи, они доработали ракетно-ядерную технологию и передали в РАН. Вот таким вот образом выстраивалась вот эта ракетно-ядерная ось зла. Поэтому России, в общем-то, по ядерным темам разговаривать нечего. Они будут говорить о поддержке обычных вооружений скорее всего, ну и каких-то там экономических вещах, поставки энергоносителей, и что-то в этом духе. И, возможно, обслуживание одной из машин «Аурус» у представительского класса, седан, который вроде бы передали руководитель на Северной Корее. И с ним, как обычно, у российской техники какие-то проблемки. Александр, еще очень важный момент. Ядерная безопасность это ведь первый пункт украинской формулы мира и одна из ключевых тем саммита, который прошел в Швейцарии на этих выходных. В ходе полномасштабной войны против Украины Россия захватила и до сих пор удерживает под своим контролем Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе, напомню. Насколько вот такие действия Москвы, они опасны, и как можно добиться вывода российских войск с территории ЗАЭС? Они недопустимы в принципе, поскольку официальный контроль с точки зрения цивилизованными расстается за Украиной, ей принадлежит эта станция и по идее мы-то и должны нести и ответственность и иметь возможность отвечать за ядерную безопасность этой станции. Собственно, это и зафиксировано в финальном коммунике, общем коммунике саммита мира швейцарского. Фактически мы не можем этого делать, поскольку контроль там происходит со стороны российских военных. Там были нелепые, опасные попытки попытаться включить эту станцию в энергетическую систему России. Слава Богу, их удалось отстоять, так сказать, и не допустить с помощью МАГАТЭ. Там были попытки как-то использовать эту станцию, перевести один из реакторов в режим горячего останова, чтобы использовать горячую воду от охлаждения, которым проходит до каких-то бытовых нужд. Ну и самое главное, там территорию станции используют как склад вооружения, в том числе как склад боеприпасов, а вот это совершенно недопустимо, поскольку с боеприпасами, тем более, не дай бог окажутся, северокорейские, то с ними может произойти все, что угодно. То есть станция прочная, строилась в советские времена и должна выдерживать даже прямое падение здоровенного самолета прямо вот на станцию упасть, она выдержит. Но испытывать судьбу никому бы не хотелось. Там есть проблемы с регулярным отключением электричества, которое необходимо, станция ничего не вырабатывает, но ей необходима электричество, чтобы обеспечивать охлаждение активной зоны реактора. то есть эту ситуацию надо решать. И МАГАТЭ, и весь цивилизованный мир, и Украина в том числе в первую очередь, настаивают, чтобы она должна была возвращена эта станция нам, и мы тогда полностью будем ее обслуживать и обеспечивать эту безопасность. Россия, наоборот, хочет, чтобы ее официально, эту станцию признали российской, и тогда она будет отвечать за всю эту безопасность, что совершенно недопустимо, то есть это продолжение аннексии. наличие этого пункта не случайно в финальном коммунике я бы сформулировал так, что есть определенные надежды, что если этот пункт появился, то есть механизм его реализации. Вполне возможно, что в течение этого года определенные серьезные шаги по поводу возвращения Запорожской атомной станции в Украину будут сделаны. Александр, есть еще важное заявление, которое хочется с вами обсудить. Поражение России на украинском фронте не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью изданию The Times. По его мнению, при наихудшем исходе Путин попробует убедить россиян даже в несуществующей победе. Вместе с тем, кремлевский диктатор может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если его армия окажется на грани катастрофического поражения, заявил секретарь украинского совбеза. В продолжение этого советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может использовать ядерное оружие в том случае, если Соединенные Штаты предоставят слишком много вооружения Украине. Но при этом данные разведки США указывают, что Москва пока что не готова использовать ядерное вооружение. Как вы думаете, есть ли красная линия для Кремля? Вот черта, после которой Россия решится на конкретные действия. Россия в данном случае ведет себя как неадекватный не субъект мировых правовых отношений, а совершенно неадекватный субъект, близкий к Северной Корее и Ирану. Именно поэтому у них такое взаимопонимание, поскольку у Путина это как бы миссия престарелого маньяка. И он считает, что если он будет собирателем земель русских, то Господь Бог продлит его дни на земле максимально долго. В этом смысле, когда человек верующий в какую-то миссию и собственное миссиянство, то он неадекватен. Поэтому говорить о том, что точно нет или точно есть какие-то красные линии, к сожалению, невозможно. При этом Россия действительно способна вывести, вот нынешняя Россия, выдать любое поражение за грандиозную победу и российский народ с удовольствием это проглотит. Вот в этом никаких сомнений нет. Украина не собирается в любом раскладе, ни Украина, ни страны НАТО, вступать с военными действиями на территорию России. Нет ни у кого таких планов. По тем доктринам, которые есть в России, если ее территориальной целостности ничего не угрожает, то применять ядерное оружие они как бы не должны и об этом они продолжают повторять. Но тут что нужно понимать, если будет серьезное поражение на территории Украины, то даже если Кремль в результате этого серьезного поражения решит в отмеску ударить ядерным оружием, то уже в России после этого поражения, у них же величие империи, все такое прочее, когда они болезненный удар по самолюбию имперскому получат, то у них начнут рушиться вот эти все общественно-политические связи, все вот это величие начнет рушиться, их система станет значительно более неуправляемой. Я говорю о том, что даже если Путин вследствие поражения на территории Украины, мы взяли и решительным ударом отвоевали Крым, они там даже дают команду Кремль на выполнение, но поскольку система начинает рушиться, скорее всего, эта команда просто не будет выполнена. на сто процентов в отношении России ничего утверждать, к сожалению, нельзя, но вероятность применения ядерного оружия в случае поражения России на территории Украины, она, честно говоря, значительно преувеличена. Они бы вообще могли его применить, если бы у них успешно шло наступление, они хотели бы его развивать дальше. Вот тут угроза есть, по счастью, этого не происходит. Вы упомянули о доктрине российской. Путин ведь недавно вновь заговорил о ядерном оружии. Диктатор утверждает, что якобы оснований для того, чтобы задействовать силы стратегического сдерживания нет, мол, это негуманно и приведет к огромному количеству жертв, но в то же время ядерную доктрину России назвал живым инструментом и вновь перешел к угрозам, мол, этот документ может быть скорректирован, скажем так, в зависимости от международной обстановки. Подобные заявления Путина это реальная угроза со стороны Кремля или это манипуляция? Маги они могут корректировать все, что угодно и написать другую ерунду. И авторы этой ерунды будут уже упоминаемы мной Медведев. То есть ко всем этим изменениям нужно относиться как к писанию Медведева в свитере или где он в телеграмме пишет. То есть несерьезно все, что они напишут, они принимают решения по ситуации, эти решения не рефлексивные, то есть это реакция на произошедшую ситуацию и она является не рациональной, а эмоциональной в первую очередь. Они ведут себя как некие неполноценные обиженные существа. Поэтому доктрина бокс значительно важнее, что Китай не хочет ни распространения ядерного оружия, ни тем более применения в том числе и тактического. Китай хотел бы, чтобы в Европе покупали китайские электроавтомобили, а не зализывали последствия радиоактивного заражения, пусть даже и на небольшой площади. Вот это является сдерживающим фактором. То есть Китай, который получил сейчас просто исчерпывающее влияние на Россию, в том числе и по финансам, и по военным вопросам, он внешне находясь, так сказать, ближе к России, чем к Штатам, но он не хочет ядерного конфликта, поскольку мировая война зацепит и Китай в том числе. Вот это является главным сдерживающим фактором. А если система российская начнет рушиться, то там, честно говоря, применять его будет буквально некому, поскольку там довольно сложная постсоветская система его применения, и если из этого звена, будут какие-то звенья из этой системы выпадать, то вся система просто не сработает. Александр, к сожалению, наше время заканчивается. Спасибо вам большое за этот развернутый ответ. Александр Кочетков, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению, был с нами на связи. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до вечера. Следующий главный выпуск новостей на канале Freedom смотрите в 21.00 по Киеву. Оставайтесь с Freedom и до встречи.